Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о прекрасном, об искусстве. Тем более летом об этом говорить вдвойне приятнее. И сегодня у нас в гостях художник Татьяна Кузнецова, члена Объединения художников Возрождения Международного художественного фонда. И сразу я начну с того, что, наверное, очень важно для художника. Здравствуйте, Татьяна! Это, конечно же, выставки. Насколько я понимаю, у вас сейчас идет выставка в Москве, а потом здесь, в городском округе Люберца, будет выставка. Правильно я говорил? Совершенно верно. Сейчас идет выставка в галерее «Печатники» в Москве. Уже много очень положительных отзывов. Мне звонят, говорят, что всем нравится, зрителям. Ну, конечно, это очень приятно. А сколько работ выставлено? 37 работ. 37 работ. Это за какой период вашего творчества? Вы знаете, где-то с 2009 года. Вот такой большой период получается. А когда вообще я узнал тут историю, что, знаете, как говорят, художниками иногда не рождаются, иногда становятся. То есть вот есть человек, который, там, такое ощущение, что пишет с рождения. Есть люди, которые знаменитые художники, не очень знаменитые художники, которые писали картины, ну, там, я уж не знаю, не одну в день, но довольно быстро. А вы как пришли к этой интересной и такой важной и сложной профессии? Ну, хороший вопрос, конечно. На самом деле рисовать всегда, конечно, нравилось. Ну, это большинство художников вам так ответит, что с самого детства я рисую и много-много времени этому посвящал. То есть самой нравилось, не заставляли так особо? Нет, не заставляли, очень нравилось всегда. Всегда. Но какие-то периоды были времени, когда мне хотелось заниматься музыкой. Всё-таки вернулась к рисованию, потому что, наверное, хотелось внутренний мир какой-то свой показать. Не передавать музыку композиторов, не быть каким-то, как это сказать... Передатчиком. Передатчиком, да. А своё что-то показать, выразить. То есть у вас жил такой творческий какой-то огонь и живёт до сих пор, да, который пытался найти способы, ну, давайте попоём, давайте ещё что-то. Некоторые люди там стихи пишут и тогда книги пишут. Вот. А у вас плавно это всё-таки пришло не просто к работе, к профессии, а к ощущению художника. Но это целый у вас процесс, это мы чуть позже поговорим. Когда же была написана первая картина, которую можно датировать под номером один? Или их было несколько? Сложно вспомнить? Ну, наверное, самая первая и самая памятная картина, за которую моему отцу очень досталось в паспортном столе. Я нарисовала большого такого головонога в паспорте у папы на последних страницах. Это было в детстве, я помню, потом вот показывали мне моё произведение искусства, и говорили, ну вот, наверное, с тех пор самых, и получилось, удалась карьера живописца. Сразу на государственном уровне, прямо в паспорте сразу. Да. Не сохранилось это? Ну, меняется паспорт, документы, к сожалению, нужно возвращать государству, поэтому нет, не сохранилось. А так бы это было, мне кажется, с хорошим бы экспонатом. Да, это раритет. Ну, я понимаю, что это было детское увлечение. А как вы пришли к тому, что вот вы стали уже не просто художником, а членом целого международного фонда объединения Возрождения, и, собственно говоря, по тем работам, которые даже здесь у нас представлены, мы видим, что это тоже такой мастер, да, есть такое слово мастер. Есть ремесленник, есть мастер. Как это, где вот включатель заработал? Вы знаете, всё-таки сказки большое влияние оказали на моё творчество, и первая такая серьёзная работа, картина – это «Алиса в стране чудес». Сидит Алиса, рядом с ней кролик стоит, протягивает ей говорящий цветочек. Перед Алисой красивое такое блюдо с фруктами и с пирожными. «Алисе скучно», и дальше идёт уже целая серия «Дальше пошёл шляпник» на другой диптих работа. То есть это всё-таки из детства идёт, и сказок, и первая работа такая вот сказочная. Рискнули, потому что мы же знаем, что Алиса, она представлена, во-первых, и в видеовариантах, и в аудиовариантах, причём на уровне разных эпох исторических. В Советском Союзе был такой вариант. И мультфильмы, да, то есть тоже как бы работа художника. И сегодня, да, есть масса вариантов. И вы всё равно рискнули свою Алису создать. Да, она будет представлена на выставке, и я считаю, что она совершенно отличается. Она самобытная, и в своём таком, ну, всё-таки какой-то стиле выдержан в моих картинах. Можно, если прийти на выставку, увидеть это и почувствовать. И она очень привлекает внимание. То есть зритель, конечно, у каждого... Свои подходы, да. Свой выбор, там сразу что-то определённое бросается в глаза, но большинство зрителей останавливается возле Алисы и Шляпника и смотрят на этот диптих. Очень интересно. Хорошо, сказки. Я также понимаю, что ещё какая-то история связана с вашей семьёй, что какая-то там была история, что вы написали картины по ночам, в то время как что происходило? Были дети маленькие. Вместо того, чтобы мама отдыхала, она в это время садилась и писала работы? Мне было очень интересно. Сколько им было тогда? Или прямо вот с рождения? Ну, маленькому, наверное, месяца два младшему сыну было. Я начала серьёзно заниматься синтезом, как раз пробовать, нащупывать этот стиль необычный. Картины, если вы обратили внимание, они очень необычные. Не кажется, что это нарисовано, как будто это типография, печать. Но на самом деле здесь порядка 300-400 слоёв акварели. Мы сейчас об этом поговорим отдельно. Я хочу это выделить во второй части, рассказать, потому что я-то уже знаю историю, что это необычные работы. Об этом мы, безусловно, поговорим. Я вела поиск по ночам, когда... Знаете, как говорят, руководит кто-то сверху. Ну вот обычно люди, да, уставшие, маленькие дети, вот раз и скорее бы спать. А вы занимались поиском. Что вами движло в это время? Движение? Что вашей рукой работает? Общение с художниками. У меня есть друзья, в общем-то, в виртуальном мире художники, которые... Есть удивительный художник, у которого никнейм Ридик. Это Алексей Кашперский. Он сейчас в Америке занял недавно, завоевал, так скажем, очень престижную награду в медицинской иллюстрации, 3D-иллюстрация. Это, ну, в общем-то, человек с большой буквы, про него по телевидению на первых каналах показывали много передач, вот рассказывали то, что это престижная какая-то награда, вот американская. И он меня очень вдохновлял. Верил в мой талант. Мы с ним общались, с его супругой общались, она у него тоже художник, она график, она иллюстратор. То есть вам интернет-помощь, да? Рекомендации, да. Да. Но неужели вот так вот просто человек с помощью интернета, и ведь это же надо поверить в себя, знаете, как у любого, наверное, творческого человека присутствует одновременно и желания как-то что-то сказать миру, и стеснение какое-то, безусловно, присутствует. Вот когда вы для себя поняли, что, знаете, как там человек учится, чему-то учится, и вот он научился, я не знаю, там играть на гитаре, то есть он уже может, не стесняясь, показывать свое творчество. Вот когда вы поняли, что состоялось, что теперь вы уже думаете над тем, над технологией, да, когда вы поняли, что вы сами себе сказали, я художник? Был такой момент? Когда режиссер из Комитета культуры увидел мои работы, предложил персональную выставку сделать. Вы, наверное, не поверили сразу, что такое может быть. Или уже были уверены, что вот рано или поздно это произойдет? Вот он, я до этого, я сомневалась, я просто, у меня был чердак, склад такой моих работ, и, в общем-то, нигде я их, ну, кроме как вот на иллюстратор.ру, это такой вот есть ресурс, где иллюстраторы показывают свои работы, там, то есть у них как подфолио хранится, вот. Ну, вот. А сами работы на чердаке хранились, что называется, да, в кавычках? Да. Как, ну, мы про Алису узнали, да, чуть позже еще поговорим и про вашу работу иллюстратора. Вот здесь книжечка лежит, где Татьяна Кузнецова представлена в этой ипостаси. А как вы понимаете, для иллюстратора – это такая важная история. Очень многие книги из детства и даже книги уже из взрослой жизни, они очень часто запоминаются именно с определенными иллюстрациями. И даже потом, когда кино снимают, очень трудно, да, перебить этого персонажа, которого ты видел в книге. Ваши образы, как к вам приходит желание написать то ли иное, эти темы? Вот про Алису вы рассказали. Вот про эти картины, которые здесь присутствуют, мы их будем сейчас показывать крупным планом. Вот начнем с той, что справа, которая называется «Яблочная…» «Остров яблочных снов». «Остров яблочных снов». Казалось бы, что ты морская тема, то ли русалки, то ли ангелы-русалки, какие-то райские птицы и яблоки, которые распределены по этому замечательному морю или океану, и то ли луна, то ли солнце. Вот это я так сейчас описываю. Луна. Вот что это? Ведь знаете, как здорово, когда ты находишься в галерее, а художника рядом нет. И нечего, невозможно спросить, а что вы имели в виду под этим? А сегодня мы можем спросить. Вот расскажите, что для вас эта картина? Ну, картина, в первую очередь, это погружение в спокойствие, в мечту, уход от реальности, такой релакс. В хорошем смысле слова. То есть это накопившаяся усталость, которая требовала отдыха, хотелось какой-то такой нежности, красоты и отрешенности от повседневных каких-то проблем. Поэтому вот такое нарисовалось. Ну, это, конечно, луна, это ночь, это вот спокойствие, это там вот если приглядеться звездное небо, которое очень часто на моих работах и на картинах присутствует. Вдохновение, наверное, такое. Сильный. Релаксирующее вдохновение. А вот яблоки, они мне кажется золотыми какими-то яблоками. И они так распределены равномерно. Это что означает? Научите меня читать картину. Или это вот просто... Ну, это ритм такой, как бы, нет никакого такого глубокого подтекста. Просто хотелось аромат, чтобы люди почувствовали. Мне кажется, что это такое... И мне кажется, вот от них исходит какой-то такой запах легкий и такой приятный. Если бы я не видел сейчас художника рядом, я бы отослал это к райским яблокам. То есть тут и райские птицы присутствуют, и релаксы, и яблоки. Ну, в общем, что-то такое. Ну, это моё видение. И две русалки, да? Это русалки или это какой-то собирательный образ? Вы знаете, это две сестры-близняшки. Я делала эту картину им в подарок. Вот, две девушки, Ольга и Маша Мария. Которые теперь представлены на картине релаксирующей. Сейчас сделаем небольшую паузу и начнём со второй картины. А также поговорим о технологии. Это очень интересно. Я, наверное, впервые с таким сталкиваюсь. И, конечно же, ещё поговорим, как я и обещал, об иллюстраторских возможностях нашей гости Татьяны Кузнецовой, которая сегодня в программе «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях Татьяна Кузнецова, художник, член Объединения художника Возрождения Международного художественного фонда. Вот у нас здесь две картины представлены. И небольшая книга, о книге чуть позже, это иллюстрации, которые Татьяна Кузнецова тоже умеет делать. Они очень, на мой взгляд, оригинальные. И об одной картине мы уже поговорили. А теперь картина, где представлены, я не понимаю, это три лисёнка, да? Это семейство лис. Папа, мама и малыш. Так, картина называется «Доехали», да? Доехали. А куда они доехали? До моря. Ага, и там маяк стоит волшебный. Ну, скорее, там какой-то такой сказочный отель. Это не маяк. Сказочный отель специально для лис. Совершенно верно. Вот. И тут так интересно детали. И потом это мы увидим сейчас вот в книге, где есть иллюстрации. То есть, если убрать чемоданчик, зелёный шарфик, да, и на чемоданчике там ещё лежат, я так понимаю, перчатки или что это? Рукавички. Рукавички, да. То это будет другая история. Но вы специально очень чётко выделяете шарфик и вот этот вот чемоданчик. Что это означает? Просто то, что они в путешествии... Очень долго ехали, долго мечтали о том, что они доедут, доберутся. И вот, наконец, они увидели море, всё бросили, уже вещи не важны, чемоданчик там на втором, на заднем плане. А вот перед ними открыто как раз пространство такое морское, свежий воздух, свобода. Но при этом вы море выполняете в таком нега такая, да, практически. Ну, мы представляем, море такое синее должно сразу, в хорошем смысле слово давящее. А здесь всё такое нежное. Видимо, раннее утро, только-только прибыли, и ещё такого нет наполнения дня, да? Примерно, наверное, так. Ну, акцент здесь всё-таки, акцент на семье, что их мечта осуществилась. Да, это картина воплощения мечты, реализация. Давайте теперь поговорим о... Вот у меня в руках книга, называется «Приключения ангелочков. Хопика и Хепика» Ольга Вакулинская. Автор вот так эта книга выглядит. В 2018 году она выпущена, и вот здесь она вся в иллюстрациях, которые выполнила Татьяна Кузнецова. Вот это, так сказать, приключения этих самых ангелочков. Причём, что мне здесь нравится, помимо такого, ну, даже где-то около церковного, да, изображения, здесь есть и неожиданное такое сочетание. Например, значит, как у нас говорят, фура, трамвай, значит, ребёнок, который, видимо, идёт заниматься музыкальную школу, такой намёк на, видимо, правила дорожного движения, и два ангелочка, которые ему помогают в этом делать. Здесь много-много всевозможных иллюстраций. Вот ещё, например, да, и мне кажется, что это, наверное, тоже отсылает нас к детству, когда вот ребёнку и родителям хочется, чтобы нас, да, хранил ангел-хранитель, а ещё лучше, чтобы у нас их было по крайней мере два. Расскажите о работе иллюстратора и конкретно об этой работе. Ну, эта работа связана с тем, что мне попалась в руки книга православная про ангелов, и мне, к сожалению, там не понравились иллюстрации. Они были сделаны в таком стиле, очень примитивном. А ангелы – это такие существа, на мой взгляд, ну, они должны быть красивыми, и эстетически должна привлекать книга. Я заинтересовалась, есть ли вообще такие книги для детей. Мне хотелось как-то, вот у меня сын спросил про ангела-хранителя, и мне захотелось ему рассказать. И даже в интернете я ничего не нашла вот такого, чтобы подходящего, вот только вот ту книжечку православную. И тогда я решила, что поищу сама, что могу проиллюстрировать. Нашла вот Ольге Бакулинской прекрасную такую поэтическую зарисовку про ангелов, где она ссылается на то, что если ребенок какие-то, у него есть желание поступать по-хорошему, то больше помощи он может получить от ангела-хранителя. Если ребенок поступает не очень хорошо, то, к сожалению, там не всегда могут ангелы успеть помочь. Но в целом вот то, что вы им показали, вот это очень такая иллюстрация, где мальчик, у которого дома кушать нечего было, и он пошел на рыбалку, чтобы накормить семью. Очень трогательная история, что там не клевало, а пришли ангелы, почувствовали, что в сердце вот у него такое желание накормить семью, там не просто он сидит там время проводит на рыбалке. Вот, поэтому книжка очень трогательная, интересная, да, и я очень постаралась сделать ангелов небесными созданиями, красивыми, которые радуют и сердце, и душу, и глаз. Ну и, кстати, привлекают внимание детей, да, потому что им иногда читать это интереснее и удобнее. Ну а теперь самое главное о технике, о технологии, в которой работает Татьяна Кузнецова, наши гости. Я так понимаю, что у вас есть синтез творческий, да? Это ваша ручная, как мы говорим, работа, работа художника. Ну а дальше рассказывайте. С чего все начинается? Начинается все с большого количества акварели. То есть я на листах А3 обычно это или А4 делаю акварельные наброски, зарисовки, какие-то фоновые пятна специально, чтобы потом разместить их на работе. И потом сканирую эти акварельные работы и размещаю их в редакторе Photoshop в компьютере. Собирается эта работа, картина в фотошопе, дополняется работой рисованием на планшете, на компьютерном, на графическом, в фотошопе тоже. То есть многослойная такая работа. Очень многослойная работа, до 400 слоев. Если обычная классическая акварельная живопись, работа, она предполагает максимум 40 слоев, то у меня здесь в 10 раз больше в среднем. Вопрос. Зачем? Зачем? Дело в том, что невозможно такой сказочной красоты. Но у меня, по крайней мере, не получилось достичь такого, а очень хотелось. Вот именно сказки и волшебства. А графический редактор Photoshop, он помогает акварели раскрыть какие-то такие грани, которые сама по себе акварель, она не выражает вот хоть-хоть. Ну, не получается, к сожалению. То есть новые технологии – это новые возможности для художника. Если раньше, ну, там даже вот художник сам делал краску себе, или там некоторые отрицали, что вот они пользуются фотографиями, как референсами, то сейчас многие художники, классические художники, которые живопись предпочитают масло там или пастель там. Но всё-таки, на мой взгляд, есть новые технологии, которые позволяют расширить ещё грани возможного. То есть больше красоты показать людям, донести то, что внутри. То есть вы работаете уже на втором этапе, как художник, который подбирает вот какие-то ещё-ещё-ещё наполняет этот вот тонасса. Спецэффектами, да. Но другой кто-то вам возродит. Так это как получается? Это работа всё-таки ручная или это работа компьютерная? Это синтез и того, и другого. Но результат, вот если вы хотите прям вот живую работу увидеть, в конечном результате живой, она только виртуальная. А потом это полиграфия идёт, это печать на холсте результата вот того, что я достигаю. Но на самом деле... Но есть наброски, правильно? Сначала вы же набрасываете всё равно. Конечно, да. Как вот, например, висят картины, да, например, особенно большие, больших размеров, там, Третьяковки или в Русском музее. Вот и рядом висят этюды, да, набор каких-то нарисовок, набросков. Ну, вы знаете, не просто только вот компьютерная графика. Вот говорят, что это не серьёзно, это всё не живопись, там на кнопочку нажал, компьютер всё сам сделал. Но на самом деле, чтобы как-то понять уровень художника, я представила несколько живых акварелей и несколько графических работ будет вот на моей выставке в июле здесь, в музейном комплексе. Поэтому... В городском округе Люберцы. Да. То есть вы показали полностью живого человека и только человека, а потом всё-таки остальные работы с использованием этого редактора. То есть для вас главное в редакторе – это, скажем там, не точность исполнения какая-то, да, линий, а именно наполняемость краской, именно вид акварели, возможности её сделать ещё более таким цветом, который с помощью человеческой руки пока трудно, да, добиться? Да. Правильно я вас понимаю? Просто цвет, возможности акварели цвета, она ограничена всё равно. То есть даже если перемешивать с утра до вечера, то, так, всякое, да? Вот. Ну хорошо. На сегодняшний день, в принципе, мы же переходим к истории, когда художник может вообще начинать писать картины. Опять, кажется, сейчас планшеты есть такие, да? Я видел очень часто люди, большой планшет, я имею в виду электронный, да, и люди там пишут картины. Можно ли в дальнейшем ждать появления исключительно электронных версий картин, когда художник делает всё не на холсте, не какими-то реальными карандашами, красками или акварелью, а просто будет делать это всё в компьютере? Такие художники уже существуют, их много. Как отношения к ним у людей, которые, знаете, любят прийти в музей, чтобы вот крас и запах этот какой-то ещё остаётся? Или нам к этому нужно готовиться, что вот будут, как, знаете, мультимедийное пространство, да, когда нельзя потрогать? Я думаю, классическая живопись, она останется, потому что даже вот создавая такие работы, иногда хочется и акварельные какие-то или графические живыми материалами сделать работы, ну, это настроение нужно, вдохновение нужно, и какое-то состояние всё равно немножечко, ну, такое, знаете, что-то хочется чего-то попроще, простого чего-то, более такого доступного, быстрого, по-черкушку какую-то сделать, иногда очень удачно, чтобы прям вот в рамочку и на выставку. Бывает, да. Да, но когда хочется чего-то вот, вот моё состояние души, оно часто бывает такое, что мне хочется волшебства, мне хочется сказки, чуда, мечты, воплощения чего-то нереального такого, чтобы увидеть, и вот, ах, замерло сердце. Хорошее название для статьи. Мне хочется волшебства. Ну и последнее, о чём мы сегодня успеваем поговорить в нашей программе, а выставки, когда открывается выставка в городском Алкмилюберце, сколько будет представлено работ, ну и у вас есть возможность, сказать, пригласить туда людей? 3 июля в 12 часов дня в музейном выставочном комплексе открывается выставка. Вы там будете? Обязательно 3 июля в 12 часов. Так что приходите, и там вы видите своими глазами, и поймёте, всё-таки картина, которая частично написана, ну, что называется, живыми руками, а частично тоже живыми руками, но с помощью компьютерных технологий, будет ли это вам близко к сердцу, как картины классиков, которые даже не предполагали, что можно как-то по-другому смешивать краски вообще в виртуальном мире. Татьяна, мы вам желаем успеха, продолжайте получать прекрасные комментарии от той выставки, которая идёт в Москве. Спасибо. И ждите появления новых прекрасных комментариев от тех, кто придёт на выставку в городском округе Люберцы. Ну и напомню, что Татьяна является членом объединения художников Возрождения Международного художественного фонда. И Татьяна Кузнецова, художник, была гостьей нашей сегодняшней программы. С вами был Николай Пимьянко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин